Всем привет! Некоторое время назад я вышила и сшила наволочку на эту подушку. Обо всем подробно рассказывала и показывала на канале, а также в блоге. И поступил вопрос, вопросы, как вшивать потайную молнию. Так, где? А вот, с этой стороны вшита потайная молния, и вы спрашивали, как это делать. Я не сразу решила снять мастер-класс, потому что достаточно много их в интернете. Но, тем не менее, раз вы настаиваете, то покажу, как это делаю я. Насколько это профессионально, не знаю, но меня вполне устраивает. Она вшита полностью по этой стороне, и когда вшивала, так я сказала, что цвет самой молнии особой роли не играет, потому что, если ее правильно вшить, то попросту не видно, какого она там цвета. А собачку всегда можно покрасить. Но не будем больше отвлекаться. Итак, как шить молнию, что для этого надо? Нужна сама молния. Если вы шьете не на руках, а на машине, нужна лапка. И, конечно же, нужна деталь, куда мы будем ее вшивать. Для начала, о молнии. Когда вы ее покупаете, обязательно проверьте, чтобы собачка хорошо работала, и молния открывалась и закрывалась без каких-либо заеданий и так далее. Если что-то вам не понравится, возьмите другую. А фраза, что она разработается в процессе, это ерунда. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас не очень большое подшитье. Поэтому скажу так. Если у вас нет лапки для вшивания потайной молнии, приходите в магазин и спрашивайте именно о такой лапке. Именно спрашивайте. А не ищите глазами, потому что они очень сильно друг от друга отличаются. Не все, но тем не менее. Сейчас у меня джанонка, и я купила вот такую лапку. До этого был веритас с ножным приводом. Лапка немного отличалась. А вот лапка моей мечты. Лапка моей мечты выглядит вот так. И вы можете видеть, что она отличается от того, что я показала, как небо и земля. И, наконец, прежде чем вшить нашу молнию в какую-то деталь, нужно наметить место, куда именно она будет вшиваться. Низ и верх я обозначила булавочками и перенесла линию шва на лицо, потому что будем пришивать именно с лицевой стороны. В данном случае с помощью нитки и иголки. В принципе, вы можете использовать маркеры, но перед тем, как их использовать, обязательно проверьте именно на этой ткани, насколько хорошо они исчезают, либо смываются. Потому что бывают моменты, когда они оставляют следы. Что нужно делать? С чего начинаем? Прежде всего, нужно немного поработать с молнией. Ну, во всяком случае, я так делаю. Раскрываю молнией и немного поработаю с ней утюгом. Ой, как же неудобно одной рукой. Носиком утюга немного вот здесь проглаживаете. Вот, близко к зубчикам. Для чего? Для того, чтобы они не лежали вот так, а стали вертикальным. Сейчас я возьму иголочку. Пробую вам показать. При пришивании игла швиной машины будет входить вот таким образом. То есть, максимально близко к зубчикам, и в то же время она не будет на них попадать. Если, да, это справедливо в том случае, если вы шьете и... если вы работаете с тонкой тканью. Если же ткань плотная, довольно толстенькая, то линия строчки будет на некотором расстоянии от зубчиков, потому что при максимально близком варианте молния просто не сможет закрыться. Что необходимо делать дальше? Берете молнию и укладываете ее в раскрытом виде лицом к себе. То есть, вы видите, где находится собачка, на лицевую сторону. Зачем? Затем, что пора ее пришивать. С какой стороны начинать, справа или слева, не имеет никакого значения. Ну, мне так падает цвет, что удобнее будет показать вам сначала эту сторону. Вторая сторона нам пока что не нужна. И что мы делаем? Эта сторона молнии, вот как она лежит, она пришивается именно на эту сторону. Поэтому мы берем и аккуратненько поворачиваем ее, укладываем наизнанку и либо подкалываем, либо приметываем так, чтобы зубчики подходили максимально близко к разметке, которую вы сделали перед этим. Ну, если, повторюсь, если у вас небольшое подшите, то лучше приметать. Пришиваем вот таким образом. Установили лапку и придется в процессе пришивания придется сдвигать иглу вправо или влево. Но это, как это делать, вы уже посмотрите в инструкции к своей машине, потому что для всех видов машин я ответить не смогу. На джанонке вправо и влево двигаем, соответственно, минус влево, плюс вправо. Ну, и буквально пару секунд процесса. Видите, что зубчики смотрят вверх и спокойно шьем. И вот, вы видите, линия шва располагается очень близко к зубчикам, то есть так, как это и должно быть. Дошли до конца, закрепляем строчку и повторяем все то же самое с другой стороны. Еще один промежуточный момент. Вы видите, как проходит строчка, именно там, где надо, под зубчиками. В самом начале вы можете столкнуться с тем, что у меня было просто безобразное начало молнии, ну, очень некачественный продукт, и мне пришлось ее грубо и через верх прихватить ниткой, чтобы возможно было ставить молнию в лапку. Ну, а дальше уже, дальше уже делать техники. И аналогично пришиваем с другой стороны. С этой стороны будет не так удобно ее приметать, но главное, не спешите, и у вас все прекрасно получится. Вот пришита и вторая сторона. Да, вы скажете, что это та же самая, нет, пришиты уже обе. Но с другой стороны я вообще отступила, но, к сожалению, посмотрите, какой безобразный верх в молнии, он просто оплавлен, вот такой кусок, я не могла завести под лапку, опять же, прихватила нитками грубо и начала шить дальше, потому что, ну, это это просто ужас. Ну, а так дальше шоу идет там, где надо. Как вы видите, молния вшита, и я ее сейчас просто-напросто застегнула. вот изнанка, вот лицо. То есть, молния так, она вот здесь не видна, я имею в виду ее цвет, значит, она вшита правильно. Пусть она там будет хоть зеленая, хоть в крапинку, молния не видима, она потайная. Что делать дальше? Ну, молнию-то мы вшили, а вот здесь же дырочек не должно быть. Вы складываете деталь лицом к лицу, молния вот там, три остается, складываете вот так, и вот вы, намечая линия шва, которую вы намечали, перевозили на лицо, на изнанке она у вас, конечно же, есть. У меня это желтенькое. Почему здесь еще много линий? Ну, это просто кусочек от предыдущей работы остался. Вот, складываете их лицом к лицу, скалываете или же наметываете и просто на машине прострачиваете максимально близко, как у вас получится подойти к молнии. Как сверху, так и то же самое снизу. Вот здесь. Ну, в общем, то же самое. Это сюда, молнию в сторону, чтобы она вам не мешала и подбираетесь насколько возможно ближе к линии шва. подколола иголочками и стараюсь подойти максимально близко к началу вшивания молний. С этой стороны я уже это сделала. Это вверх оказывается и все нормально. И сейчас сделаю снизу и покажу вам дальше. Все, молния вшита. С лицевой стороны вы видите, как она выглядит. Никаких дырочек, саму молнию не видно. Можете максимально присматриваться, но ее не видно. Сверху выполнена строчка. Здесь видна только собачка. Посмотрите, подходит она вам по цвету или нет. И здесь также все в порядке. Что я еще делаю в конце с обратной стороны? Это хвостики молнии свободные фиксирую к припускам шва. Буквально несколько стежков туда и назад. два-три раза. Ну, как вам понравится? Для того, чтобы в процессе эксплуатации, то есть, когда вы будете открывать собачку, кто-то иногда дергает, кто-то, ну, в общем, аккуратно или нет, ничего не порвалось и вот здесь не образовалась дырочка. А так, молния фиксирована и все нормально. Ну, сама молния такая, что мне ее даже жалко, бедняжку. Ну, зато послужила образцом для мастер-класса. И то же самое здесь внизу. Но только к припускам. К лицевой стороне не надо. Иногда я встречаю ниже молнии, вот так, поперек строчка. Такая же закрепка, несколько раз, два-три раза. И иногда сверху. Но я так не делаю, потому что тогда молния уже не совсем потайная, ее видно. и раз вы спрашивали о том, как я пришиваю, то я вам и ответила на этот вопрос. Можете спросить, что делать с изнанкой, как закрывать молнию, но это уже другая история. Все зависит от того, куда вы вшиваете эту молнию. Если это одежда, то, скорее всего, вы закроете ее подкладкой. Если же это подушка, то некоторые могут оставить вот так. В зависимости от величины припусков, иногда можете обработать сами припуски вообще вместе с молнией, то есть здесь очень много всяких возможных вариантов, и в данном мастер-классе я их перечислять не буду. Их действительно слишком много. Мне кажется, понятно. Главное, не спешите, не волнуйтесь, и у вас все прекрасно получится. Если не с первого раза, но со второго точно. на этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю, как всегда, прекрасного настроения и обязательно творческого вдохновения. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!